Предновогодняя торговля в Ярославле застопорилась и переживает кризис. Причина в росте цен. Предприниматели, напуганные нестабильной экономической ситуацией в стране, резкими валютными колебаниями боятся банкротиться, отчего искусственно завышают цены на товары. В свою очередь, горожане стали более экономными и перестают что-либо покупать. А в результате торговля терпит убытки. Подорожавшие продукты питания не находят спроса и портятся на прилавках. Тему продолжит Нина Свечникова. Валютная лихорадка взбудоражила отечественную торговлю. Продавцы бросились менять ценники. Причем растет стоимость не только импортных товаров, но и на то, что производят в России. Заметно подскочили цены даже на продукты первой необходимости. Только сегодня булочки в этом магазине стали дороже на 20%. Каждый день разная цена. Ужас невозможно. Да невозможно уже. Ну, говорят, что у нас урожай хороший, зерновых. С какой стати хлебобулочные изделия дорожают? Дрожжи свои, зерно свое, мука дорожает. Ну, почему? Непонятно. Ну, гречку уж это навязчиво. Целые напуганы всем этим. Конечно, они запасаются. Я не люблю вообще гречку. Глядя на новые ценники, покупатели тоже впадают в шоковое состояние. Пересчитав в кошельке немногочисленные рубли, начинают задумываться – брать такой товар или повременить и обойтись без него. На многие овощи и фрукты в этом ларьке цены зашкаливают. Оттого они никак не дождутся своего покупателя. Несмотря на близость новогодних праздников, во многих торговых точках продавцы признавались, что обороты у них резко упали. Прежде в конце года такого не наблюдалось. В итоге скоропортящийся товар гниет, а торговля терпит убытки. Еще одна особенность, вызванная резким падением рубля – многим импортерам стало невыгодно возить товар в Россию. Свои убытки уже подсчитывают соседи-белорусы. Их продукция становится в России слишком дорогой, неконкурентной по ценам, и ее перестают брать покупатели. Продавцы, торговавшие белорусскими колбасами, уже подумывают, что им придется искать другую работу. Пессимизм сегодня одолевает многих. То, что ярославцы стали экономить на всем, заметили и водители такси. На эту услугу тоже отмечается понижение спроса. Нестабильную экономическую ситуацию ощутили и здесь. За последние два месяца сократился заказ. Процент 20, наверное. Я думаю, люди больше экономят и больше вышли в такси работать, безработица большая, наверное. Новые экономические реалии анализируют и в правительстве Ярославской области. Там собираются разобраться с необоснованным завышением цен в торговле. Если мы сейчас на рынке не видим дефицита, то вывод складывается один. Ажиотажный спрос и спекулятивные явления. Другого объяснения для роста цен аналитики не видят. Уже дважды мы за последние сутки проводили консультации с губернатором. В некоторых моментах мы будем реагировать жестко, особенно если подтверждение спекуляции будет налицо и это будет выявлено при помощи работы федеральной антимонопольной службы или прокуратуры органов. Реакция будет резкая, достаточно. В то же время одним кнутом дело не исправить. Очевидно, что тут должны быть и пряники. В виде поддержки отечественного производителя, нормализации ситуации в банковской сфере и на валютном рынке. Тогда и рынок сам постепенно успокоится. Нина Свечникова, Александр Рябков.